Осень – традиционная пора простуд и острых респираторных вирусных инфекций. Самой опасной и тяжёлой среди которых является грипп. Осенью этого года человеческому организму предстоит противостоять ещё одному серьёзному вирусу – COVID-19. Подхватить две инфекции сразу, по словам специалистов, вполне реально. И для здоровья это будет очень серьёзный удар. И если существует доказанная возможность защититься хотя бы от одной из них, то это непременно следует сделать. В этом году у нас осенне-зимний период необычный по сравнению с предыдущими годами. Потому что циркулируют вирусы, респираторные обычные наши вирусы, с которыми мы встречаемся ежегодно. Возможно циркуляция вируса гриппа. И кроме этого, да, циркулирует коронавирус, вирусная инфекция, которая как бы тянется у нас с весеннего периода. И летний период была эта инфекция, встречалась на нашей территории, сейчас встречается. И скорее всего она останется у нас и на зимний период. И для детей важно защититься от инфекции. И на данный момент самая основная и главная защита – это у нас вакцинация от гриппа. Грипп опасен не только сам по себе. Болезнь может вызывать различные осложнения – от отита, синусита до пневмонии. В группе риска в первую очередь дети. Обезопасить своего ребенка и себя, по словам врачей, можно благодаря своевременно сделанной прививке от гриппа. Вакцинацию детей можно проводить уже начиная с 6-месячного возраста. В числе противопоказаний – острое заболевание или обострение хронической болезни. В последних случаях вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии. Сделать прививку можно уже сейчас – для организованных детей в детских садах и школах, для неорганизованных в детской поликлинике Уваровской ЦРБ. И там, и там имеется достаточный запас вакцины, чтобы привить всех желающих. Вакцина от гриппа, она у нас ежегодно инактивированная, которая используется для детей, то есть она ослабленная. Содержит два основных антигенных компонента, то есть это от вируса типа А и вируса типа Б. Переносится она детьми хорошо, она не содержит консервантов. И, в общем-то, важно сделать ее в настоящий период, когда еще тепло на улице, когда заболеваемость детей низкая и когда, возможно, полноценно сформируется иммунитет на введенную вакцину. Перед прививкой врачи внимательно осматривают всех желающих, меряют температуру, проверяют горло. После введения вакцины защита от гриппа развивается в течение двух недель и действует около года. Кроме того, чем больше привитых, тем меньше случаев заболевания не только среди них, но и среди тех, кто вакцину не получал. Играет свою роль так называемый коллективный иммунитет. К тому же, в период, когда все еще продолжается борьба с COVID-19, прививка от гриппа позволит избежать наложения одного коварного заболевания на другое. Коронавирусная инфекция – это новая инфекция. Многое, конечно, не изучено еще. Но вот, которые есть, данные научные, то есть они говорят о том, что есть сходность этих вирусов изначально. То есть, прививаясь от гриппа, мы частично спасаем себя от этой коронавирусной инфекции. Я думаю, что родители должны быть разумными у нас и защитить детей от вируса гриппа, сделать прививку, дать согласие на вакцинацию. На сегодняшний день прививочная кампания в Уварове идет полным ходом. Что касается взрослого населения, то пройти вакцинацию от гриппа можно в прививочном кабинете Уваровской ЦРБ. Кроме того, бригада в составе участкового врача и медсестры выезжает в организации и учреждения с массовым посещением населения. Конечно, вакцинация не даст стопроцентной гарантии, что человек не заболеет. Но если это и произойдет, то он, как утверждают медработники, переболеет в легкой форме, без осложнений и в короткие сроки. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. НашГород.